Дорогие зрители, деньги в современном футболе играют первостепенную роль. Без них нельзя собрать боеспособный состав и рассчитывать на призовые места. Топовые спортсмены давно стали долларовыми миллионерами. Их зарплаты растут из года в год, суммы трансферов бьют все рекорды, а различные спонсоры предлагают грандиозные рекламные контракты. Гол 24 представляет самых высокооплачиваемых футболистов планеты. Все суммы указаны до вычета налогов. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Киллиан Мбапе Француз является самым молодым из всех игроков нашего топа. Талантливый футболист зарабатывает в год 30 миллионов 200 тысяч долларов. В свои 21 форвард ПСЖ получает более 700 тысяч в неделю. Парижане не жалеют средств на своего лучшего игрока, который может через два года перебраться в Реал и получить еще сотню с шестью нулями в качестве подписного бонуса. Кстати, спортсмен зарабатывает не только на поле. У нападающего два спонсора, Nike и марка часов Хубло. И несмотря на обилие предложений, Киллиан отказывает другим компаниям. Словам Мбапе Не хочу становиться рекламным щитом. Работаю с партнерами, которые соответствуют моим ценностям. Желаю, чтобы мое имя вызывало уважение. Не вижу смысла, чтобы моя фамилия ассоциировалась с чем-либо. Сегодня я работаю с Nike и Хубло. Я счастлив. И горжусь тем, что представляю их по всему миру. У меня нет желания иметь 70 спонсоров. Роберт Ливандовский Поляк – настоящая голевая машина, которая из года в год становится только лучше. Соответственно, и доход игрока регулярно повышается. Логично, что при таких результатах Роберт является самым высокооплачиваемым игроком Бундеслиги. А его общий доход составляет 31 миллион 800 тысяч долларов. Ливандовский – человек-бренд. Он заключает контракты с крупнейшими в мире рекламодателями, такими как Coca-Cola, Gillette, Head & Shoulders и Huawei. В 2017 году, по подсчетам аналитиков ResService, его стоимость превышала 250 миллионов долларов. Стоит добавить, что польский спортсмен вкладывает деньги в инвестиционные фонды. И уже создал RL Media – агентство, отвечающее за маркетинговые компании Роберта и Анны Ливандовских. Что касается Польши, то там футболист давно считается национальным героем и рекламирует все – от часов до автомобилей и дорогих костюмов. Никто не знает, сколько на самом деле зарабатывает форвард за пределами газона. Но сумма явно немалая. Рахим Стерлинг Переход англичанина из Ливерпуля в Сити стал лучшим решением в карьере футболиста. В стане горожан Рахим не только невероятно прогрессировал, но и стал одним из лучших игроков АПЛ. Естественно, уверенная игра не могла не отразиться на зарплате и бонусах Вингера. Сейчас Стерлинг в общей сложности зарабатывает порядка 36 миллионов 200 тысяч долларов. В Премьер-лиге никто не получает больше на данный момент. Что же касается спонсорских соглашений, то футболист был лицом Найк. Однако его контракт со спортивным гигантом истек в июне. Сейчас за Стерлингом охотится. Пума, которая предлагает ему 100 миллионов фунтов за 10 лет сотрудничества. А Жилет и H&M тоже планируют в ближайшее время подписать Стерлинга. В прошлом Рахим публиковал в социальных сетях посты рекламирующий модный бренд Vita de Lusa. Наряду с этим он сотрудничает с компанией по производству видеоигр Electronic Arts. По некоторым данным, Рахим с 2015 года заработал более 45 миллионов долларов только от спонсоров. Андрес Иньеста 36-летний ветеран покинул Барселону в 2018 году и ушел доигрывать в японский веселкобе в качестве свободного агента. В стране восходящего солнца Андрес стал одним из самых высокооплачиваемых игроков мира. После перехода Иньеста разорвал 19-летний спонсорский контракт с Nike. И подписал многолетнее соглашение с японским производителем обуви Asics. Кроме того, у футболиста есть своя винодельня – Бодега Иньеста, которая приносит немалую прибыль. Полузащитник выпускает марку вина минуту 116, названную в честь минуты чемпионата мира 2010 года, когда он забил решающий гол в финале. Также Иньеста получает хорошие деньги от Konami, Rakuten, Ariel и других компаний. Но суммы сделок не разглашаются. Зато известна годичная сумма, которая капает на карточку футболиста – 37 миллионов 300 тысяч долларов. Эден Азар Мадридский Реал прошлым летом приложил немало усилий, чтобы подписать его. Бельгиец сам хотел перебраться в Испанию и даже пошел на понижение зарплаты. И хотя травмы сильно помешали Эдену показать все, на что он способен, они никак не отразились на его конечном доходе. За год Вингер получает 38 миллионов 400 тысяч долларов. У него вторая зарплата в клубе после Рамоса, а все остальное – спонсоры. У бельгийца их несколько, крупнейший из которых – Nike. Кроме того, Азар подписал контракты с китайской компанией Sino Sports, фирмой по производству игрушек Tops, а также сотрудничает с Lotus Bakeries. Во время различных социальных медиакомпаний, которые строятся вокруг их известной марки печенья – Biscoff. В июне 2017 года Азар стал совладельцем расширения франшизы «Североамериканская футбольная лига Сан-Диего 1904». Если даже Эден не вернется на прежний футбольный уровень, бедствовать он точно не будет. Антуан Гризман Француз стал одним из самых востребованных игроков еще в 2014 году. С тех пор за ним охотятся не только гранды, но и щедрые спонсоры. Став лидером атлетику, Гризман спустя пять лет перебрался в Барселону, за которую пока выступает посредственно. При этом заработок игрока остался фактически таким же – 42 миллиона 200 тысяч долларов в год. В стане каталонцев Антуан получает около 27 миллионов в виде зарплаты. Остальные деньги – доходы от больших контрактов с Puma, Huawei и Head & Shoulders. Надеемся, что скоро французский спортсмен будет играть так же хорошо, как и зарабатывать. Гаррет Бэйл Валиец длительное время не входит в планы Зинедина Зидана, но по-прежнему гребет денюжки лопатой. В стане сливочных надеются, этим летом Гаррет наконец-то покинет Мадрид и выберет себе другую команду. Если на него, конечно, будут претенденты. А пока годичный доход Бэйла составляет 42 миллиона 400 тысяч долларов, из которых 33 шестью нулями – зарплата и бонусы. Остальные заработки Валиец получает от компаний Adidas, Konami, Foot Locker, Nissan и других менее популярных фирм. Неудивительно, почему Гаррет предпочитает гольф, а не футбол. Зачем напрягаться, если можно сидеть на скамейке и сниматься в рекламах? Неймар Бразилец на сегодняшний момент рекордсмен. За 11 лет игры на профессиональном уровне он подписал как минимум 53 контракта и сотрудничал с 46 разными брендами в 33 сферах. Тут вам и Макдональдс, и Мастеркард, и Рэдбул, и классический набор – Дезодорант, автомобильный бренд и экипировщики. Даже посты в социальных сетях приносят игроку немало – около 600 тысяч долларов в год. Главным спонсором Форварда, естественно, является Найк, с которым он сотрудничает почти 13 лет. Ней начал зарабатывать с рекламы больше, чем от футбола, еще будучи в Барселоне. В Пари Сен-Жермен эта тенденция продолжилась. Парижане платят Неймару порядка 75 миллионов долларов в год до вычета налогов. А его ежегодный доход перевалил за 104 миллиона 200 тысяч. И это только официальные данные. Мы прекрасно понимаем, что здесь учтены не все заработки бразильца. Криштиану Роналду Португалец является наиболее популярным человеком в Инстаграме. Одним из лучших и самых узнаваемых игроков в истории футбола. Такого результата Криро добился потрясающей игрой и активным участием в различных рекламных кампаниях. На сегодняшний момент у Роналду 31 сделка в 24 индустриях, которые приносят ему огромные деньги. Если добавить сюда зарплату и бонусы в Ювентусе, то общая сумма становится равной 129 миллионам 400 тысячам долларов. Естественно, до вычета налогов. Насколько популярен португалец, говорит и тот факт, что Юве продал 520 тысяч футболок с его фамилией на общую сумму — 60 миллионов долларов в первый день продаж. А вот неполный список тех компаний, которые платят Криштиану за рекламу. Nike, Herbalife, Altis, Dozone, MTG, Electronic Arts, а также ряд производителей — одежды, парфюма, белья и обуви. Если даже все спонсоры вдруг откажутся от португальца, он сможет заработать немало денег в социальных сетях. Один рекламный пост стоит около 975 тысяч долларов. Тем не менее, для Роналду на первом месте стоит футбол и титулы, и только потом — деньги. Слова Криштиану. «Я всегда стремлюсь выиграть прежде всего трофеи с моей командой, так как это принесет мне индивидуальные призы. Такова особенность работы, повседневная жизнь. Вы просыпаетесь каждый день, чтобы тренироваться с целью чего-то достичь, а не просто заработать денег. Благодаря Богу я больше не нуждаюсь в средствах. Хочу вписать свое имя в историю футбола, побеждать все больше и больше». Лионель Месси Прославленный аргентинец — абсолютный чемпион по прибыли. Он опережает своего ближайшего конкурента Роналду на 14 миллионов. Большую часть дохода Лео получает в Барселоне. С каждым новым продлением контракта зарплаты и бонусы Месси увеличиваются. Кроме того, Лео стал лицом таких брендов, как Adidas, Gatorade, Lace, Pepsi, Ordi, MasterCard, Jakobs и ряда других. Несмотря на всю свою закрытость и нелюбовь к социальным сетям, Месси начал зарабатывать и в Инстаграме. Так, за прошлый год он получил 23 миллиона 200 тысяч долларов за рекламные пасты, каждый из которых стоит порядка 500 тысяч. И не забываем, что контракт Лионеля с Синегранатовыми действует до лета 2021 года, а переговоры о продлении сотрудничества пока зашли в тупик. Конечно, Барселона постарается переподписать свою главную звезду и уже готова предложить аргентинцу повышение зарплаты. Так что следующим летом Месси сможет еще больше оторваться от преследователей. Пока что его суммарный доход составляет 143 миллиона 700 тысяч долларов в год до уплаты налогов. Дамы и господа, как вы думаете, достойны ли футболисты таких денег? И кто скоро попадет в десятку самых высокооплачиваемых игроков? Черкните в комментариях и не забудьте подписаться на канал. Заранее спасибо! Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.